Всем привет! В этом видео поговорим о том, что западные политики хотят воспользоваться отсутствием Путина и Си на саммите G20. Американский источник Bloomberg сообщил, что западные лидеры хотят воспользоваться отсутствием на саммите в Нью-Дели президентов России и Китая для увеличения своего влияния в странах Африки. Любопытно, каким образом западные политики планируют достичь желаемого, учитывая, что в Большую Двадцатку входит только одна африканская страна ЮАР, которая давно является партнером России и Китая по блоку Брикс. С учетом скорого присоединения к блоку Брикс Саудовской Аравии и Аргентины, влияние США и ЕС в Большой Двадцатке снизится. На данный момент в западную группу Большой Двадцатки входит 10 государств, включая США, Великобританию, Австралию, Канаду, Японию, Германию, Францию, Италию, Южную Корею и ЕС. Противостоят им страны Брикс в лице России, Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, Аргентины, Саудовской Аравии. Формально нейтральными можно назвать три оставшиеся страны. Это Мексика, Индонезия, Турция. При этом каждая из этих стран заявляла о желании в будущем стать полноправным членом Брикс. Поэтому указанные страны воздерживались ранее от осуждения российской спецоперации и не откажутся в будущем от сотрудничества с Россией и Китаем. Главной темой Summit G20 станет помощь африканскому континенту в борьбе с продовольственным кризисом. Западные лидеры планируют в очередной раз обвинить Россию в создании препятствий для вывоза украинского зерна. Выход России зерновой сделки может быть использован западным лидерами в качестве повода для давления на нейтральные страны для склонения их к отказу от экономического сотрудничества с Россией и в том числе к отказу от принятия бесплатно нашего зерна. Ожидается, что в ходе саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн заявит о пересмотре Европы экономических отношений со странами Африки в попытке сохранить на африканском континенте власть прозападных правительств. Глава Еврокомиссии предложит усилить роль стран Африки в мировой политике предложит Африканскому Союзу как организации, объединяющей интересы 55 стран Африки, роль постоянного члена Большой Двадцатки.